Сегодня обозреваем дисплей S866. Есть несколько модификаций этого дисплея, например, одна из них вот такая. С помощью этого дисплея можно контролировать работу параметров электрооборудования велосипедов, такие как вольтаж, пробег, общий, а также за текущую поездку, скорость максимальная и средняя, ну и так далее. Сейчас мы все подробно разберем. Так, корпус дисплея, пластиковый экран из прозрачного акрила. Есть защита от дождя. Я уже попадал под дождь с ним, ничего страшного не произошло, все работает, все четненько. Устанавливается дисплей на руле. Управление дисплеем осуществляется с помощью трех механических кнопок. Дисплей может работать при вольтаже 24 вольта, 36 вольт и 48 вольт. Включение и отключение дисплея осуществляется длительным нажатием кнопки питания. Короткие нажатия кнопки питания имеют отображение информации на дисплее. Итак, что мы видим. Текущая скорость в километрах в час. Можно вывести отображение средней скорости и максимальной скорости. Делается это одновременно длительным нажатием кнопки питания и плюс. Так, далее индикатор заряда батареи, уровень ассистирования переключается с помощью кнопок плюс и минус. Есть три градации на 3, на 5 и на 9 скоростей. У меня стоит на 5. 9 слишком много, 3 слишком мало. Среднее 5 активально. На начальном экране отображаются параметры одометра, то есть общий пробег. Обнулить одометр можно в настройках дисплея. Краткое нажатие кнопки питания переключает режимы нижней строки. Километраж за текущую поездку. Вольтаж батареи. Здесь можно еще отслеживать насколько просаживается батарея при нагрузке, например, когда едете под горку. Дальше. Текущее время поездки. То есть со времени включения дисплея начинает отчитываться время. При отключении дисплея это значение и километраж за поездку, он сбрасывается. А значение одометра его можно сбросить только войдя в настройки меню. При срабатывании концевика от ручки тормоза отображается такой значок. В это время отключается мотор и крок газа, и датчики PAS в это время не реагируют на нажатие. При длительном нажатии кнопки плюс включается освещение. То есть на второй разъем, который идет в дисплее, подается питание равное вольтажу батареи. Соответственно, если у вас батарея на 48 вольт, то и фара должна быть на 48 вольт. Ну или, например, можно через понижающий преобразователь подключить любое другое оборудование. Например, там переднюю фару или заднюю фару или bluetooth колонку, зарядку от телефона и вообще все вместе. Также на экране есть пиктограммы отображения ошибок. Они вот здесь вот. У меня они никогда не высвечились, поэтому сказать про них ничего не могу. В сети нашел вот такую таблицу с кодами ошибок. По идее они отображаются с какой-то из пиктограмм. Кому интересно ставьте на паузу, смотрите. С помощью такого дисплея собственно и настраивается контроллер. Здесь доступны 20 пунктов меню от P01 до P20. Для входа в настройки нужно одновременно удерживать кнопку плюс и минус. Переключение параметров меню осуществляется с помощью кнопки плюс или минус. Переключение на следующий режим. Сейчас P01, следующий режим P02, следующий режим P03 и так далее. При этом сохраняется то, что вы ввели. Если не нажимать ни одну из кнопок в течение 10 секунд произойдет выход в обычный режим. Режим P01. Регулировка яркости дисплея. Единица самая тусклая. Тройка самая яркая. Три градации. Мне достаточно единицы. P02. Единица измерения километра или милли. P03. Рабочее напряжение батареи в вольтах. Выставляйте то значение насколько у вас батарея. доступно три режима. 24, а нет. 4 режима. 24, 36, 48 и 60 вольт даже. P04. Автоотключение. Это отключение питания при бездействии. То есть когда велосипед стоит на месте, никакие действия не происходят. Допустимое значение от одной минуты до 60 минут. 0. Это не отключать дисплей никогда. То есть он постоянно следит. У меня стоит 5 минут достаточно. P05. Это настройка виртуальных передач датчика ассистирования. То есть это сколько градаций скоростей, так сказать. 0. Это 3 скорости. 1. Это 5 скоростей. И 2. Это 9 скоростей. Вот, например, у меня стояла единица. Вот датчик ассистирования. 1. 2. 3. 4. 5. 5 скоростей. И если я поставлю в режиме P05 двойку, то у меня здесь будет градация 9. Мне кажется, это слишком много. Я себе поставил на 5. То есть единицу. P06. Это диаметр колеса в дюймах. Если кто не знает какой у него диаметр колеса, это написано на покрышке. Можно посмотреть и здесь ввести. У меня 27,5. P07. Это расчетное значение скорости. По умолчанию здесь стоит 46. 46 это для безредукторных моторов, так называемого прямого хода. 46 это значит, что контроллер для расчета скорости, отображаемого на дисплее, будет считать прохождение 46 магнитов мимо одного датчика холла за один оборот колеса. У кого редукторное мотор-колесо, то показатель скорости будет рассчитываться по формуле количество магнитов, умноженное на коэффициент редукции. Коэффициент редукции можно найти в спецификации к мотору. А теперь по простому. Редукторный мотор на 350 ватт, 36 или 48 вольт, типа Максус XF07 или XF08. И им подобные маленькие моторщики, типа Бафангов, там, Евелов и так далее. У них, как правило, 20 магнитов и коэффициент редукции 4,4 или 4,3. То есть 20 умножаем на 4,4 и равно 88. Если у вас маленький моторчик Максус XF07, то здесь вводим 88. А мотор на 500-700 ватт, типа Максус XF15F, там 25 магнитов и коэффициент редукции 4. 25 умножить на 4 равно 100. И в этом параметре здесь ставим 100. В пункте P07. Но тут есть один нюанс. Скорость при движении будет отображаться только тогда, когда вы нажимаете курок газа или крутите педали с датчиками паз. Когда вы едете накатом, скорость почему-то не отображается. Вы заметили, наверное, что у меня здесь стоит единица. Так просто ее ввести не получится. Нужны определенные манипуляции. Расскажу в конце видео, как это все делается. Так, чтобы скорость отображалась даже при движении накатом. P08. Это ограничение максимальной скорости. По умолчанию здесь стоит 25. Потому что в Европе ограничение для электровелосипедов 25 км в час. У нас ограничений нет. И пока нет, я выставил значение максимальное. То есть 100. Если на велосипеде будет ребенок кататься, лучше снизить этот параметр до 25, а то и ниже. P09. Настройки начала движения. Значение 0 означает, что со старта сразу можно давать газ. То есть не крутя педали, добавляя газ, велосипед поедет. Значение 1 означает, что ручка газа и датчик PASS работают только после начала движения на педалях и достижения скорости около 6 км в час. Ну, я поставил 0. П10 режим управления мотором, то есть чем можно раскрутить мотор. Значение 0 датчик PASS, при этом ручка газа работать не будет. Значение 1, только ручка газа, при этом датчик PASS работать не будет. И значение 2, комбинированный режим и ручка газа и датчик PASS, они работают не в паре. То есть если вы давите курок газа, то датчики PASS не реагируют. И в приоритете курок газа. П11 – чувствительность ассистирования датчика PASS. Диапазон настроек от 1 до 24. Где единица – это максимальная чувствительность. То есть вы сделали один оборот педалями и датчик PASS включился. Мотор уже начинает раскручиваться. А 24 – это минимальная чувствительность. Чтобы включился датчик PASS, нужно несколько оборотов педалями. Я поставил единицу, чтобы сразу включался. P12 – это уровень мощности ассистирования. Значение от 0 до 5. 0 – это плавный разгон. 5 – это более резкий разгон. Я поставил троечку. П13 – это количество магнитов датчика PASS. У меня 12 магнитов, поэтому поставил 12. П14 – это ограничение максимального тока в амперах. Значение до 20. Выставляете то значение, которое написано у вас на контроллере. У меня 15 ампер, но батарея не позволяет выдавать 15 ампер. Поэтому сейчас у меня стоит 12 ампер. По поводу батареи сниму, наверное, отдельное видео. P15 – это настройка напряжения отсечки в вольтах. Это значение нужно, чтобы не допускать глубокого разряда батареи. На БМС, конечно, есть защита от низкого напряжения, но, как говорится, береженого Бог бережет. P16 – здесь можно сбросить одометр. Вот значение одометра, которое у меня пробег на данный момент 343 км. Если удерживать длитель на кнопку плюс, то значение одометра сбросится в ноль. P17 – здесь есть функция круиз-контроля. Значение ноль – это функция выключена. И значение единицы – функция круиз-контроля включена. P18 – это регулировка соотношения скорости в процентах. По умолчанию – значение 100. Регулировка от 50 до 150 процентов – это цифры в процентах. Например, вы увидите, что скорость на дисплее отличается от скорости, например, на велокомпе или GPS. И вот этими значениями, отличными от 100, можно отрегулировать показания на дисплее скорости. У меня, например, скорость проверяет в плюс 3 км – 3-2 км. Поэтому я выставил так – 92, и сейчас показания нормальные. Пункты меню P19 и P20 – это системные настройки, и в них лучше не лазить. Вот как по умолчанию стоит у вас на дисплее, вот так пусть и стоит. Итак, как и обещал, для того, чтобы при езде накатом скорость отображалась и не была равна нулю, нужно после того, как вы все настроили, выключить дисплей, включить дисплей и в течение первых 5 секунд зажать одновременно кнопки плюс и минус, чтобы войти в режим настройки. Далее, кнопкой питания перейти в режим P07 и кнопками плюс или минус выставить значение 1. Далее, сохранить настройки нажатием кнопок плюс и минус и после перехода в основной режим выключить. Все, теперь скорость должна отображаться правильно. Вот эта вот скорость в километрах в час, когда накатом едете, то должна отображаться правильно. Справедливости ради, хочу сказать, что дисплей по скорости немного у меня подбирает, повторюсь, плюс 2-3 километра. Я сравнивал скорость с показаниями на GPS-навигаторе, поэтому для более правдивых результатов в пункте настроек P18 я выставил значение 92. Теперь все более или менее точно. Всем спасибо, лайк, подписка, колокольчик. До новых встреч!